В первый раз. Вот. И пойдем дальше. Значит, что мы в прошлый раз с вами обсудили? Это основные понятия термодинамик. Понятия вообще, что такое термодинамик, что это наоборот, и что нужно. Потом основные понятия — это система. Потом было у нас понятие компонента, еще в терминомическом смысле компонента. Понятие фазы. Потом мы посмотрели, что такое терминомический параметр. Интенсивные и экстенсивные параметры. Потом мы посмотрели, значит, сколько нам нужно параметров для полного описания простой химической системы. Это там 2К плюс 4. Потом мы определились, что такое промокла. Далее, значит, аналитическое выражение. Работа. Потом понятие внутренней энергии. Здравствуйте. Собейтесь к поближе. Мы уже присяжем в госпе. Слез очень мелко. Ну, ладно. Так, а вот этот терминический процесс. Значит, после тех понятия, мы рассмотрели тех понятия подробно, что они рассмотрели первое поведение. Так? Второе мы сейчас, сейчас. Второе мы тоже, в основном рассмотрели, но я все-таки немножко хочу остановиться еще. У нас вообще это такое бездолгое собственное закон. Оно можно говорить долго. Он действительно является главным законом вообще природы. Он вам говорил, что если первый закон – это закон бухгалтера природы, то второй закон – это директор. Он определяет направление процессов. Все процессы природы, включая процессы образования числа. Сейчас даже по-настоящему сосновидеся. А где-нибудь это не расслабляется. Ну, на этом все. Вот. Вот, значит. Так. Теперь, значит, что я вот изложил этот план, которое вы задали. Вот я аспирантов даю эту программу, по которой вы будете. Так. Так, кто у нас исправил? Вот. Так. А, это тут дверь, да? Да? Четыре. Так. Хотя, пожалуйста. Спасибо. У тебя есть? Да, да. Значит, я… Ну, видите, мы… Занятие 1. 5. Здесь мы остановились где-то вот на 5-ом пункте, да? То есть, это у нас ябленно укладываемся. Поэтому мы пойдем дальше. Так. Значит, я продолжу по этому плану. Здесь первое занятие намечено. Вы посмотрите вот эти вопросы. Отметьте те вопросы, которые вы хотели бы прослушать. Все. Вы просто не успеете. Послушайте. Я буду специально подготовить, так сказать, на лекции пойдем вопросы. А пока пойдем дальше по этому плану. Итак, второй закон, да? Вот неважный… Расстановимся на засчитанке. Я вам говорил, что несколько формулировок. Мы рассмотрели фон 3. А сейчас мы вернемся вот к первоначальной формулировке второго закона, как ее формулировал главный. Как раз с 7-го 19-го года. Значит, вот у него формулировка такая. ДС, то есть изменение метрами. Мы говорим о понимании вселенной. Терминодомической вселенной. Терминодомической вселенной. Ну и ещё это изменение нейтропии, полное изменение нейтропии, или общее, в разных названиях. Ну вот в зарубежной литературе это изменение нейтропии вселенной. В нашей литературе полное изменение нейтропии. Значит, леонарку записывается в меню. Какого больше или равняется? Дельта Q, деленное на ней температуру. Значит, вот подпишем. Такие символы. Значит, это дельта QE, это экстерна, внешний. То есть это как тепло, которым обменивается наша система с внешней среды. Это тепло может входить в систему, или выходить из системы. Это без разницы, абсолютно. И TE, это та температура внешней среды. Вот если мы имеем систему, вот на которой механизм, который мы должны брать с вами на этом таке, вот это вот TE. То есть то, что сложно сказать. Вот если мы вот эту теплоотворку в нижней разделе, мы получаем энтропию, изменение энтропии в системе. Но поскольку вот эта вот энтропия состоит из двух частей, мы внутренняя энтропия, которая образуется в результате невеского процесса, плюс энтропия внешняя. И вот эта вот внешняя энтропия, это и есть вот этот вот член. А вот этот член, он всегда больше не реально, он всегда возрастает. И это одна из самых современных пункционеров Второго Закона. Ну а отсюда, значит, и вот эти два. Тут я вам говорю, что собственно закон это в знаке больше. Вот когда равняется, это не есть закон, это просто определение энтропии. Вот именно вот этим выражением, я его перепишу, ds равняется dq на температуру, вот эта вот турбилировка, не законно, а определение просто энтропии, и использует классический турбилинамик. Можно так сказать, что классическая турбилинамика не использует второй закон турбилинамик. Какой-то такой-то парадоксальный. Вот, значит, ну чтобы немножко, так сказать, разогреться, я вам говорил о, в прошлый раз, естественных и противоестественных процессах. Они тоже идут с ростом энтропии, несмотря на то, что энтропия вроде бы понижается. И вам давала такую формулировку. Для более удачного второго закона, значит, это s, вселенная, вселенная, да, равняется плюс-минус ds, система, да, и плюс ds, окружающей среды. То есть, ну и да, вам, поскольку терапия аддитивно не вычисляет, я могу ее разбить на две части. Я говорил, что если у нас противоестественные, да, и то, что, наверное, если в системе наблюдается понижение энтропии, да, то обязательно в окружающей среде должно быть больше энтропии возрастать, и вот этот вот баланс вот всегда будет больше. Ну вот, что можно сказать, если вы это все поняли, да, когда вот вам пример. Все вы знаете, что, значит, магма христианизуется, да, кристалл и понятная система. Энтропия понижается, да. Почему в этом, казалось бы, естественном процессе, казалось бы, это естественный процесс не наблюдается там, не соблюдается второй закон? Почему не повышается энтропия? Да, должно повышаться, значит. Значит, совершенно верно. А что в окружающей среде сбрасывается? За счет чего увеличивается энтропия в окружающей среде? При кристаллизации расплава. Тепло справится. Правильно, потому что всякая кристаллизация экзотермична. Экзотермический процесс, и при кристаллизации уже всегда идет сброс тепла, внешнюю среду. И вот это количество энтропии, которое сбрасывается тепло, оно много больше, чем понижение энтропии в самой системе. Вот, собственно, ответ на этот вопрос. Вообще говоря, вот это вот то, что я вам рисовал в прошлый раз, вот это механический аналог, вот это грузик. Вот всегда это имеете в виду, вот это рисуночка. Я могу воспроизвести. Это очень полезный рисунок, потому что когда мы имеем два блоков, механический канал. И вот, и здесь вот грузик тяжелый, а здесь грузик легкий. И вот, когда мы эту систему опускаем, то тяжелый грузик идет вниз, а легкий идет в противоестественном направлении. Значит, если мы наблюдаем понижение энтропии в системе, вот так, в систему, либо в противоестественном направлении, вот, собственно, вот так вот. Штуку возражаем. Позавтра. Итак, возвращаемся.